Так, Володимир Анатольевич пишет, реальность, до которой взывает Датюк, есть сюрреальность. Какие рецепты от Сергея для жизни в сюрреальности, если наступные 10 лет ничего не изменится? Во-первых, наступные 10 лет не может ничего не изменится, потому что Украина прекратит иснование. Вот если сейчас ничего не делать, то в течение года Украины нет. И тогда мы вот про эти 10 лет будем рассуждать уже с позиции разных политических субъектов. То есть через 10 лет не будет такого субъекта, по отношению к которому нам было бы интересно вести беседу. Потому что если все идет так, как идет, то мы должны будем рассуждать о частях территории, у которых разная судьба и разная перспектива. Для того, чтобы рассуждать о целостной Украине, ее надо собрать в целое. Собрать в целое. В экономике, в социальности, в политике, в культуре. И это собирание в целое является договорным. Как только вы думаете, что некоторая одна сила, политическая или активистская, может проделать эту сборку, вы ошибаетесь. Потому что это просто гражданская война или попытка насилия Хунвейбинского, которая ни к чему не приведет. У Хунвейбинов не было организационной стратегии. Поэтому им позволили резвиться, а потом так же быстро и зачистить. Они все были инструментом изначально. Поэтому судьба этих людей, которые сейчас мне про культ наступ рассказывают, точно такая же. Они просто не понимают, что им позволяют резвиться, покуда они имеют дело с конченным украинским государством. Но как только в этой территории появится перспектива не наша, ну а скажем там европейская или США, их зачистят в мгновение ока. Они даже ой не успеют сказать. И вот у них нет этого осознания. Они думают, что с ними будут шутки шутить, как наши государственные мужи с ними шутят. Потому что эти занимаются коррупцией, им по барабану вообще кто за какой язык борется. Но как только они станут на пути действительных экономических интересов, а это обязательно произойдет, потому что нас призовут к ответу. То есть все же думают, что это нам бесплатно дают оружие, деньги. А когда придут и потребуют, ребята, ну как бы вы же как-то отстояли в каких-то границах, а теперь надо платить. Слушай, так это же как же было в 18-м году со Скоропадским, когда Центральная Рада взяла на себя обязательство, что мы там поставляем какое-то количество миллионов пудов, зерна, яис и все остальное. А потом проходит месяц, два, немцы смотрят, что Центральная Рада вообще не имеет никакой организационной спроможности и не способна выполнять эти договоренности. В сад? Ну они сказали, братых либо робы, в цирк туда, давайте, Гетман Скоропадский, приехали.